МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ильняная Галина – краина, сдольная статью двоя больше эффективной на протягу некоторых годов. Об этом сегодня заявил президент Беларуси, наведывающий Аршанский ильнокомбинат. Александр Лукашенко подробно ознайомился с вытворчностью продукции, пройшелся по цехах и по гутору с працовниками предприемства. Керовник державы выказал долю крытыки у адрес керовництва АПК и губернаторов. Объемы айчинной сыровины, а часто и ее якость – недостатковые. На модернизованном Аршанским ильнокомбинате застаются незагруженными, каля третьей могутностей, а частку волокна приходится закуплять за мяжей. А это сразу же отбивается на цене продукции и эффективной праце предприемства. Керовник державы потребует большей отдачи от галины. Усе намагания в ближайший час варто сконцентровать на развитии глубокой перепроцовки. Я знаю, что такое льна. Мало того, что это политическая культура, самое главное, что этого льна не хватает. В мире никто не хочет заниматься льном тяжелой культурой, и никто не хочет заниматься. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и коль мы начали этим заниматься, и продолжаем, и вложили большие деньги в производство и переработку, надо дальше, углубляя эту переработку, получить и косметологическое товар, и получить для медицины. Плюс бумага. Вопрос номер один – углубленная переработка льна. Керовника державы запевнили, что в целом льд – это рентабельная культура, на которой можно заработать. Для этого в Украине уже многое сделано. Будучи неугольны, обмерковали на нараде с делом президента. Сегодня в Калинковичах провели детальовый анализ криминогенной ситуации в районе. Подставой для такой разговора послужили подеи в вёсках Юровича и Шейча, подчас яких потерпели люди. С фактами, якие были огучены на посяжение областной координационной нарады по борьбе со злочинностью, ознайомился Олег Сентюрол. До этого дня такие нарады проводились у Гомеля, Речицы, Жлобини и Мазари. Наступным повинен был стать Рогачевский район, где у планы пришлось унести коррективы на фоне сегодняшнего подобщения криминогенного становища. В целом, по Гомельской области, в Калинковском районе, практически все покажки погоршились. В текущем году на территории района зарегистрирован рост преступлений по направлениям деятельности всех служб, а также преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними. Кроме того, существенно увеличилось количество фактов причинения тяжких телесных повреждений в 7 раз. Подставой для проведения нарады у Калинковском районе стали подеи, какие отбыли у двух местовых вёсках. У Шейчих, у доме, в котором официально лечился нежилым, неколько месяцев проживала группа непрацующих грамадян, один из таких, до того, что находился в Международном вышеку. Местовые влады давидались об их, только после того, как незваные гости учинили массовую бойку с вёсковцами. Еще горшей криминогенная ситуация оказалась у агрогородка Юровича. Только после того, как трое местовых же хоров одного одного вёсковца забили, а еще двум нанесли тяжкие травмы, но я ей звернули увагу. Следующий комитет был вымышен навод инициировать проведение сельского схода, подчас якого выявлено еще неколько эпизодов злочинной деятельности. По судности, до статкова протяглый час три человеки тримали у постоянном страху целую вёску, а прочатого подчас проведения оперативных мероприемств у правооховники знали у одного из нежилых домов схованные палёвничьи патроны. Еще одна заувага у адрес местового сельского господарчика предприемства. Высветилось, что один из злочинцев здесь снялся в складу крадежей, об яких многие ведали, а леони, я кедению не предпримали. Так, на территории МТФ, расположенной в деревне Юрьевичи, через два дня после убийства, 6 ноября, в 16 часов, обнаружена кукуруза. Обращает на себя внимание тот факт, что в это время на территории фирмы сторожевая охрана, а также иные работники отсутствовали вообще. То есть зерно кукурузы никто не охранял, к нему имелся беспрепятственный доступ неограниченного круга лиц. Особливая увага на кардонационной нараде, анализу причин, якея сприяли, криминализация Калинкевского района, беда и самая головная особенность взаимодействия помеж субъектами профилактики. Больше 20 державных структур так и не сдолили скоординовать свою работу. Складенные планы не выконывались, а справоздачи не отповедали речаисности. По выразе прокурора Гомельской области Виктора Морозова, увыннику злочинцы ошалели от беспокоранности. События в Юровичах обнажили ряд проблем в части профилактики преступности. Я считаю, что излишне либеральная политика в отношении преступников со стороны правоохранительных органов в районе, вот и привела к такому чувству вседозволенности со стороны тех лиц, которые совершили тягчайшее преступление, убийство одного человека и покушение на жизнь двух других людей. По выниках посажения координационной нарады принятые решения, накереванные на активизацию деятельности всех субъектов профилактики, головная мета – стабилизация в районе криминальной ситуации. Алексей Тюров, Валерий Гопаньков, телерадио компания «Гомель», Калинкевский район. Комментары и поведомления на форумах с первого снежня инкогнито покидать Нельга. Ник по раннейшему может быть любым, а не только с привязкой до реального номера телефона. Максим и иншие способы идентификации. Положение аппаратку попередней идентификации користальников интернет-ресурсов або сеткового выдания зацвердил Совет Министров Беларуси. Метов у такого решения – несколько, в первую очередь, это попереджение и объяснение правопорушений в интернете, а также повышение культуры открытых диалогов. Об новых правилах публичных выказываний в интернете расскажет Марина Джалая. У положения Саумина все расслумачно, докладно и прозристо. Попередняя идентификация необходная при створении користальникам улюкового запису на интернет-ресурсе. Для этого нужно заключить договор. Например, чтобы активировать улюковый запис, користальник отримает смс с кодом на указанный при заполнении погоднения номер телефона в соцсетку або на почту. Способы, которые позволят идентификовать человека, владельник интернет-ресурсов, вызначает пропонуя сам. И он не будет нести отказность, независимо от того, какую форму идентификации выбрали комментаторы. Специалисты подкресливают, что смс-верификация – наибольший эффективный и широко расповсюдженный способ. Он выкористовывается как при регистрации улюкового записи в соцсетках, так и на большинстве интернет-ресурсов. Важное удокладнение на один номер на каждом сайте або форуме можно будет зарегистрировать только один логин. Далее, после активации улюкового записи користальник может размещать на сайте поведомления або материалы в тим лику комментари да поведомлению инших користальников интернет-ресурсов при умове ауторизации на сайте. Для этого нужно увести логин и пароль, указанные при регистрации. Если владельник интернет-ресурсов отримает от уповноваженных держорганов известки про то, что користальник при регистрации аккаунта увел лживую информацию, то погоднение может быть скасовано в однобаковом парадке. У нового введения есть несколько металов. По-перше, антикриминогенное. Это продухиление правопорушений в интернете. Процедура по передней идентификации дозволит минимизовать для владельника ресурсу ризики, связанные с размещением користальниками суперправной информации. По-другому, тут есть и культурно-моральный аспект. Треба повышать узровень правовой культуры поводина в интернете. И не варто забывать, что на большинстве интернет-ресурсов уже иснует який-нибудь вид идентификации користальников, який, конечно, комментирует на сайте. С парадком по передней идентификации користальников интернет-ресурсу можно ознайомиться на национальном правовым интернет-портале Беларуси права.бай. Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадио компания «Гомель». Старшиня Гомельска Габл-Ваконкама Владимир Дворник откажет на питание Жахарова региона. Завтра в областном Выканавчем комитете пройдет промая телефонная линия. Звернуться можно по номеру 33-12-37. Темчасом в Гомельском городском Выканавчем комитете промую линию проведет Старшиня Габл-Ваконкама Петр Кириченко. Номер телефона 75-19-84. Промые линии працуют с 9 до 12 годин. У недели Другого Снежня беларусские юристы отзнашат свое профессийное свято. С этой нагоды у Гомельским областным драматичным театры пройшел урочистый сход, присвеченный Дню юриста. Организатор мероприемства областное отделение Беларусского Республиканского Союза юристов. Профессийное свято правоведы означают 20-й год запор. Веды юристов запотребованные во усих сферах життя человека. Судьи, прокуроры, супрацовники правоохолных органов, адвокаты, нотариусы, юрисконсульты. Их праца уносит значный уклад в забеспечении законности и правопорадку в громадстве. Допомога людям одна из головных задач правоведов. В нашей области периодично проводят бесплатные приемы и консультации. Мы все работаем, все юристы работаем с людьми. И надо уметь услышать человека, и послушать его, и оценить обстоятельства. Если человеку отказали удовлетворение заявленных требований, он должен понимать, за что, почему, и не обижаться. Ну, потому что таковы обстоятельства. Ну, и там, где возможно, конечно, помочь человеку. Угомельское отделение Республиканского Союза юристов самая шматликаяся род региональных. У его родах около 400 человек. Лепшие из них напереды дни профессийного свята отримали подяки и узнагороды. Юбилей 40-х годов означает сегодня один из самых вядомых музеев в Беларуси – Ветковске. Музей староверства и белорусских традиций имя Федора Шклярова был заснован 30 листопада 1978 года. Поменьшовать коллектив приехали гости из Беларуси, России и Украины. С початку они удельничали в международном круглом столе. Его тут провели в першиню. Однодумцы поделились напрацовками и способами на запашивание и анализу материалов об культурной и фольклорной спадшине. Потом пройшлись и по музейных залах. Першая постоянная экспозиция была открытая 1 листопада 1987 года от рестаурованным и добудованным историческим особняком в доме купца Грушикова. Сегодня музей навыково-доследший и освятницкий центр региона в галине традиционной культуры. Тут представлена мастацкая культура и творчость некольких народных традиций региона на паудневом усходе Беларуси. У фондах уникальная коллекция староверских образов, рукописных и стародрукованных книг 16-19-го стагодзеу, коллекции ткацтва, археологии. У музея денежная отдел рестаурации и адраджения роместфол. У Беларуси такие одины, які знаходяться у районным центра. Зараз у фондах 12 тысяч экспонатов и их колькость расте. Мы своеобразны, имеем свое лицо. И сегодня исполняется 40 лет, как была подписана бумага об основании Ветковского музея. И сегодня приехали к нам в гости и те люди, которые присутствовали, при строительстве этого музея и при идеях этого музея. И наш основатель Федор Григорьевич Шкляров, он умер в 88-м году. А вот с 88-го, с 1-го ноября я директор. Новоковцы из разных краин наведали Гомельские державные университеты Мяфранциска Скарыны. Тут прошел форум «Славянские сустречи-2018». Своими напрацовками и проектами делились мовознавцы, словисты, выкладчики ВНО и школ навыковые супрацовники музея из Беларуси, России, Украины, Румынии и Молдовы. Усяго, калепал сотни человек. Мероприемство наведала и наша здимечная бригада. Татьяна Сузанская, мовознавца с Молдовы, у Гомеле, у Першиню. У Беларуси другий раз, ящи у дядинствы была у Брестя. Таму можно сказать, нашу краину открывает для себе наново. Кажа, что международный навыковый и культурно-эдукационный форум, это не просто встреча однодумцев, это умоцование сяброства помеж целыми народами. Очень впечатлена Беларуси, Гомельской гостеприимной землей, таким вот каким-то порядком и стабильностью в Беларуси. И интерес к славянским встречам, конечно, и у нас в Молдове, и не только в Молдове, вызван прежде всего диалогом культур в нашем многокультурном мире. Организовали славянские встречи Министерство Эдукации, Российский Центр Науки и Культуры в Гомеле и непосредственно ГДУ имя Франциска Скарыны. Ключовое мероприемство форуму – международная навыковая конференция славянской фразеологии в свете компьютерных технологий. Удельники разглядели особливости уживания устойливых выразов, уплы у славянской фразеологии на замежные мовы, а так само проанализовали крыницы интернациональной фразеологии античного походжения, обмерковали особливости выкористания устойливых выразов у интернет-мемах и сучастных масс-медиа, проанализовали онлайн-перокладчики для фразеологизма. В этом году мы решили немножко так осовременить нашу проблематику и в рамках славянских встреч мы организуем международную конференцию посвященную изучению фразеологии славянских языков с точки зрения компьютерных технологий. Это новое направление, такое современное, поэтому мы рады, что примерно одна треть участников это молодые люди, студенты, магистранты, аспиранты, которых эта проблематика очень интересует. Вселетний форум славянские встречи стал шостым. Его основная мета – популяризация славянских мов и культур, умоцевание, взаиморазумение и сябровство помеж народами. Марина Джала, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». В первые дни календарной зимы ждут морозные со снегом на двор. Ближайшую ночью слубки термометров покажутся до минус 11. В субботу в день до 7 ниже и за нуль. В вечере махшима мятелится. Снежная будет и неделя. Температура поветра складе до 8 градусов мороза в ночи и до 6 в день. Нагадаем, что водителям с завтрашнего дня будут штрафовать за летние шины. Инспекторы ДПС проведут специальные рейды и проверят, как авто уладальники подрихтовали машины до зимы. Порушальников могут покарать штрафом. Это и другие новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgmail.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Видишь блог, отвечай за слова. Гомельчане просят привлечь к ответственности видеоблогера Филипповича, который оскорбительно высказывался о сотруднике МЧС, находившемся при исполнении. Пожарный тушил возгорание на территории предприятия, где в минувший вторник загорелись древесные отходы. Пожар был сложный, его ликвидацией занимались целые сутки. На место ЧП приехал и блогер, запечатлеть картину происходящего. Люди, просмотревшие трансляцию, в комментариях отметили, что ее автор как минимум вел себя неуважительно к сотруднику МЧС, а то он его был неприемлемым. Мужчине с камерой подошел пожарный, чтобы выяснить, что он делает в зоне пожара. И вот, что ответил Филиппович. А вы кто? А вы кто? Представься. Представься. С какого перепугуга? Ну так иди гуляй, тогда вопросы не задавай. Иди гуляй, говорю. Разговаривал блогер явно в пренебрежительном тоне, откровенно провоцируя спасателя на конфликт. Ты говорю, гуляй. Гомель, я что? Дерзитель. В смысле, а кто тебя дерзит? Я говорю, иди занимайся своей службой. Службой занимайся, пацан, иди и туши. Пожарным оказался полковник, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС, который, как заметили многие, кто смотрел это видео, проявил офицерскую выдержку. На явно откровенное хамство со стороны блогера, который то и дело пытался спровоцировать конфликт, пожарный отвечал уравновешенно и вежливо до последнего момента. Предлагаем прослушать еще один фрагмент этого общения. Манера общения блогера вызвала бурную реакцию в интернете. Тысячи людей возмущены поведением стримера. Попытка сделать сенсацию на ровном месте обернулась тем, что только за сутки более 1200 человек подписали петицию, в которой просят наказать блогера и извиниться за свое поведение. Вот что говорит автор этого обращения. Почему это было составлено петиция? Ну, если вы проносили сенсацию и вообще байонет, да, то вот реально поведение этого блогера, ну, уже просто, это был край-конец. Он уже просто достал всех. Когда человек выходит на улицу, пристает, и вообще даже мало того, что на улицу, он выходит на пожар, там, где работают работники, где люди рискуют своей жизнью, и он что-то там начинает хамить, да не то что, что-то там, он просто провоцирует и оскорбляет. Я думаю, это всех за дело. Поведением блогера недовольны жители разных уголков Беларуси. Ситуацию прокомментировали сотни людей. Вот что пишут в социальных сетях. В погоне за сенсацией не жалеет себя. Днями и ночами беспокоится, чтобы только от взора блогерского не улизнуло то, что может вызвать бурю эмоций. Привлечь к ответственности, а то некоторые ради лайков лезут туда, куда их не просят. МЧС умно поступит, если и дальше не будет реагировать. Только лишняя реклама. А вот несколько фактов из биографии блогера. Максим Филиппович участвовал в выборах в местные советы депутатов в 2018 году. До этого был осужден по статье «Хулиганство». В соответствии со статьей 99 Уголовного кодекса Республики Беларусь по указанному приговору судимости не имеет. Что касается петиции появившейся в сети интернет, то она также поступила в ОВД Гомельского госполкома, зарегистрирована и будет приобщена к материалам данной проверки. В ходе проверки мы дадим правовую оценку действиям видеоблогера и в случае, если будет установлена его вина, будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Под Светлогорском в результате ДТП перевернулся автомобиль департамента охраны. Сотрудники не пострадали, но небольшие телесные повреждения получила их служебная собака. По предварительным данным служебная машина легла колесами вверх после проезда перекрестка. Автомобиль БМВ выезжал на главную дорогу и зацепил на ней авто департамента охраны. Сейчас выясняются причины и обстоятельства ДТП. Суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 41-летнего гомельчанина, который бравировал тем, что является бывшим членом банды Морозова. Мужчине предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном повторно под угрозой убийства и причинении тяжкого телесного повреждения целью получения имущественной выгоды в крупном размере, а также в принуждении к выполнению обязательств. Напомним, в августе 2018-го уроженец Пинска обратился к обвиняемому за помощью по возврату долга в 5 тысяч долларов. Вскоре коллектор навестил должника по месту жительства, представился бывшим членом вооруженной преступной банды Морозова, угрожал применить физическое насилие к должнику и его родственникам требовал 15 тысяч долларов. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. Дважды преуспели в розыгрыше лишнего и сравняли счет. Сначала за грубую игру соперника наказал Андрей Перегуда, спустя несколько минут Евгений Соломонов. Интрига жила недолго. К сирене на второй перерыв гости вернули себе гандикап в две шайбы. Станислав Кучкин оба раза завершал атаки Динамо. Точку в матче на 45-й минуте построил Андрей Белевич, реализовав практически булитный выход один на один с галкипера. 5-2 победа гостей. В других поединках юность с трудом одолела Лиду. 2-1 на «Шахтер» в серии буллита в гостях был сильнее Немана. Уже завтра Гомель и Динамо вновь разыграют между собой очки. Поединок пройдет в Гомеле. Начало в 13.00. Чемпионат Беларуси по футболу подошел к завершению. 2 декабря состоятся поединки заключительного 30-го тура. Все матчи стартуют в одно время. 14.00. Чемпион известен это Борисовский Баты. А вот вопрос с обладателями наград достоинством ниже открыт. На серебро и бронзу претендуют три коллектива. Это «Шахтер», «Динамо», «Минск» и «Витебск». Невольно втянутым в медальные разборки окажется и Гомель. Зелено-белые на финише чемпионата играют с северянами. Матч пройдет в Бобруйске на стадионе имени Прокопенко. Кстати, в турнирной таблице несмотря на исход этого поединка ниже 12-го места гомельчане не опустятся. Интересным обещают быть и противостояние в Минске «Луча» и «Смолевичи». Победитель сохранит место в элите. Проигравший получит понижение в классе и отправится в первую лигу. В чемпионате Беларуси по мини-футболу завтра будут сыграны матчи 12-го. Тура главный поединок игрового уикенда состоится в Минске. Столица принимает «Литсельмаш». Команды в турнирной таблице разделяют всего один балл. Соседи по табеле о рангах сыграют и в Гомеле. «Быче» принимает столичный дорожник. В случае победы железнодорожники при определенных раскладах могут перебраться на четвертое место. Поединок пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 14.00. Продолжит мини-футбольный вечер на паркете «Локомотива» областной дерби. ВРЗ играет со Светлогорским ЦКК. Начало этого матча в 17.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».